добрый день дорогие друзья сегодня мы находимся в солнечном догомыси это не просто красивое слово солнечный догомыс а же как солнечный догомыс и пойдем сейчас как раз у нас первые пару дней пойдем наклеен наклеечку вот и покажем начало работ вот показатель только вчера им выписал так вот это обязательное действие вы уже видели на поседоне там кстати мы еще на поседон поедем вот это для того чтобы всегда были наши телефоны здесь вот так здрасте мы сегодня находимся как я уже сказал в жк солнечный догомыс это любовь наша заказчица и мы буквально вот час пару дней и мы будем планировать электрику так что в принципе наш оператор будет просто снимать технический процесс весь вот а мы будем с электриком и с любовью будем это с любым красиво с электриком и с любовью будем делать это да так что ну все побежали так может эту сделаем повыше розеточку или нужно повыше давай на 90 сделаем и прыщи или сделаем одну выше одну ниже можно да слушай райк понял сделай сделай одну ниже одну одну на 900 ну как с выключателями одну на 900 одну на 300 там как как это 300 и 900 да здесь просто больше ничего не нужно будет вы рисовали этот светильничек а вы уже без меня туда рисовать это не это не здесь это вот здесь но все давай нет зачем а тогда одна розетка да вот здесь будет выключателя здесь будет розетка вот здесь потому что ближе к этому вот здесь будет бра 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 все так с этим разобрались так только нам знаешь где надо это смотри вот здесь шкаф 600 вот отсюда 600 600 и вот это расстояние центр понял что буду вот повод этой стене вот это разбиваем так здесь у нас проходной выключатель здесь коридор проходной так проходной одинарный или двойной но допустим смотри смотри допустим почему здесь двойной потому что первую зону он может включать коридорную а второй кухонную зону если ты хочешь проходят сделать вот а выключать ты можешь и там и там смотри первый будет двойной выключатель второй будет одинарный первый выключатель будет бра вот здесь далекий это будет ночничок он короче вон видишь я рисовал полотенце сушитель с полочкой и вверху будет бра вот здесь вот здесь будет бра вот тут понял высота ее будет но она под самым потолком будет ну не больше больше потому что вот здесь вот здесь будет полотенце сушитель он где-то вот так будет вот так вот так полотенце сушитель чтобы ну на полочку можно было это 22 так пишем h2 200 так здесь ну все как по плану раз два раз два здесь два светильника и там два светильника ну короче сделаем один так здесь у нас получается здесь у нас да вот мы уже просто планировали вот у нас будет это здесь это да здесь розетка это выключатель на розетка да здесь будет зеркало это вытяжка да над унитазом будет конечно же вытяжка так унитаз мы инсталляцию делаем да все инсталляцию я как раз его смотрю что написано инсталляция отлично здесь как раз все позволяет потому что там высоко будет из-за ниже еще здесь какой-то шкафчик нужен не факт что здесь не подсмотреть вот у меня нарастить на немножко и вот здесь вот как раз вот это место под шкаф проем занимать да нежелательно это а мне где хранить то все эти внизу под мойкой шкафчик но вот здесь еще можно над унитазом сделать шкафчик вот здесь здесь инсталляция здесь будет прям полочка но она вот так вот аж будет шириной где-то 20 но они зеркала примерно все таки идут поэтому можно здесь поставить зеркало здесь ну вот так прям сделать еще один шкафчик прям над над инсталляцией будет маленький зато мы не будем проход загромождать но я знаю потому что два человека тяжело разминуться будет даже в этом уже вот смотрите один идет один идет к примеру сюда а второй сюда то есть нам уже здесь допустим проходит тесновато нормальный проем для того что вообще метр десять метр двадцать делается шкафчик можно вот здесь еще под плитой сделать но не сильно большой будет потому что здесь 60 то есть шкафчик будет вот такой всего лишь вот здесь холодильник а здесь плита сверху вот эта зона она в принципе ну не задействован это угол но она высокая я не могу и утопить то есть мне надо только чистая столешница чистая столешница у нас только в этом месте остается здесь здесь стиралка так нет она сама по себе 80 86 или 80 стиралка ширины нет высотой так как раз она под столешницу потому что у нас здесь ничего не будет да то есть я я о чем говорю что смотрите вот если взять что вот этого столешница то она в притирочку заходит стиральная машина в притирку здесь вот здесь сантиметр запаса всего также с посудомойкой то есть она встраивается а вот плита она получается уже садится ниже на несколько сантиметров утоплено то есть мы уже ее не сможем поставить а внизу тогда посудомойку так можно да можно вот так вот будет лучше нет не будет лучше ну потому что здесь проще сделать шкаф потому что посудомойках мойки будет близко потому что в посудомойку дал к примеру вы сначала из из мойки вы сначала из мойки там есть и даже ну совсем грязная посуда да то есть ее сполоснули и в посудомойку то есть она отсюда сюда отсюда сюда то есть это все находится вблизи а там допустим мы можем делать просто шкафчики пускай лучше будет можно можно поменять шкаф духовку со стиралкой это можно но можем или сюда посудомойку или сюда шкафчик что это что так что так здесь получится так у нас здесь что она здесь люстра идет или что так здесь получается у нас люстра райка она включает вот эту часть так это одинарный а второй у нас подсветка была еще вот этой зоны какой-то я не понимаю это брат да но мы но там я хотел розетку и выключать сделать но потом мы решили что-то по другому я зачерпнул а что мы тут хотели тут там ты хотел розетку мне у нас здесь целая куча розеток будет ну да внизу ну розетки здесь да хорошо здесь они нормально то лезть не надо будет вот здесь короче бра еще будет понял двойная одна будет за люстру вторая будет забрать вещать почему одинарный одинарный проходной тот зону выключить не вот эту 2 мне 2 надо зоны выключать понимаешь ну азон уже выключается оттуда и откуда получается эта зона выключается здесь мне надо так чтобы отсюда и оттуда можно было включать и выключать две зоны а этот гасит все все понятно значит эта зона включает отсюда заключает там все да еще раз смотри вот у тебя получается одна зона вот получается вторая зона и вот мы находимся здесь у тебя должен двойной выключатель выключать и эту зону и вот эту это проходной так же как и там он стоит двойной проходной он должен выключать эту зону и отсюда и отсюда внизу выключатель обязательно потому что здесь у нас здесь так разве когда смотри орех здесь ну тебе короче все есть только ты что-то высоко на на это они вот здесь должны здесь я тебе говорю вот сюда делай у тебя метр пятьдесят есть максимум это самая большая высота вот метр пятьдесят а то еще метр сорок давать так здесь все так теперь здесь надо еще теперь будет сделать проходной выключатель по поводу света чтобы включать там выключать здесь и наоборот приходи приходи уходи так это не здесь нельзя здесь нельзя вот теперь как раз мы пришли к тому что вот здесь наверно будет выключатель вот здесь вот этот проходной одинарный который будет балкон включать правильно потому что здесь ты получается сразу выходишь и входишь но друзья вы сегодня посмотрели вообще как планируется электрика в очередной раз большое спасибо нашей заказчицы хозяйки любви для того что мы смогли вот показать вот и дали нам такую возможность поучаствовать вместе вот большое спасибо нашей заказчицы бывшей и еще будущей крючинкиной елене за подсказки некоторые потому что она подсказывает даже больше не нам а больше подсказывает людям которые делают ремонт так что будьте с нами комментируйте задавайте вопросы всего доброго пока пока